ну что варим сегодня суп из готового бульона вот такой у меня готовый бульон в банке видите наполнен он а это наполнение для куриного супа якобы можно также тайская тайский кэрри суп приготовить и китайские ну да вот суп тип это курица мак-эндре симпола стоп он раунд вен халла флитр херлака ферси суп сделай в три шага два с половиной литра вкусного свежего супа что мы будем делать то есть базис вот for суп база для супа у нас есть открываем вот вы смотрите там вот есть уже куриное мясо собственно такая консерва тушенка вот кому нужно калории на 250 миллилитров это порция 40 килокалорий но это естественно из этого бульона да вот открываем баночку и выливаем в кастрюлю так выливаем эту банку в нашу кастрюлю такой густой концентрированный бульон у меня здесь на кастрюле есть разметочка вот получается пол литра видите там 1 отметочка пол литра и теперь мы добавляем воду баночка вот пустая вот три таких баночки воды мы добавляем вот такой бульончик видите я добавляю теперь три баночки воды я воду беру просто из крана у нас хорошая питьевая вода а вы уже как хотите кипяченую или привезенную вторая баночка можно добавить больше воды когда ты добавляла 4 баночки воды но тогда вкус конечно проигрывает и третью баночку вот такой бульончик теперь вы можете сюда порезать куриное филе или положить какое-то мясо естественно предварительно вымытая да я мясо больше не добавляю нам и так достаточно довольно насыщенный куриный бульон ставлю суп на газ вернее кастрюлю с бульоном на газ и ждем пока он закипит ну не просто ждем а тем временем подготавливаем остальные ингредиенты овощи картошечку если вы хотите порезать морковочку стебли сельдерея в общем все что хотите петрушечку это то что я вот добавляю морковка стебли сельдерея петрушка такие картошку я обычно добавляю но сегодня не будет картошки вот я подготовила морковку вот такие макарошки пене они конечно в супе немного великоваты получаются я например в тарелке потом себе делю их пополам ну что есть понимаете вы делаете то что хотите добавляйте нужно спагетти поломать я собственно использую то что у меня есть вот они варятся 80 минут это из твердых сортов пшеницы здесь вот подписано и у меня видите здесь такие вот остатки эта пачка была на пол килограмма это было приготовлено на ужин целой пачки на много вот это вот всегда у меня остается это я использую для супа а также для вкуса и опять таки у меня сегодня будет очень легенький суп без картошки овощей тоже будет немного вот будет морковка и зелени вот перед тем как добавить зелень я добавляю сыр чеддер вот такие пластиночки вы все знаете да есть различные фирмы и я вот добавлю на всю свою кастрюлю где-то 45 вот таких пластиночек это конечно придаст супу неповторимый аромат и вкус ну и он конечно тогда будет непрозрачным он будет такого насыщенного такого желтенько молочного оттеночка ну вот мой бульон начинает закипать когда он закипит дать ему прокипеть пару минут и затем можно добавлять мясо если вы хотите я же этого не делаю и обычно добавляю вначале картофель порезанный для супа уже подготовленный даю ему закипеть и прокипеть картофелю буквально две-три минуты и затем добавляю овощи когда овощи опять прокипели и потом добавляем сразу же макароны вермишели уже там вы ориентируетесь на готовность ваших мучных макаронных изделий или же вы можете добавить и рис или булгур в общем это уже все на ваше усмотрение сегодня у меня из овощей только морковка картошки у меня тоже не будет поэтому я добавлю сегодня первым делом макароны потому что они варятся 8 10 минут и потом за ними буквально как они закипят добавлю морковку ну и уже когда макароны будут практически готовы в бульоне я добавлю сыр и за ним сразу же петрушку так что все очень быстро просто и получается очень вкусно бульон кипит добавляем наши пены макарончики сейчас может показаться что их очень мало но они конечно разварятся и при готовности будет вполне достаточно ну вот несколько минут покипели макароны и теперь я буду добавлять морковку но были бы другие овощи добавила бы все овощи вместе кстати зеленый лук лук порей можно добавить морковка конечно придаст и вкус и цвет бульон получится очень красивый сделаем огонь поменьше чтобы суп не так бурлил а потихонечку варился и прикрываю немного крышкой но опять таки даю возможность выходить пару и включая вытяжку конечно же еще я все же решила добавить немного мяса так сказать к своему супу своему бульону и я добавлю вот такие маленькие фрикадельки которые любит моя дочь так вот они видите вот такие из свиного фарша такого колбасного фарша то есть очень хорошо перемолотого здесь вы можете увидеть еще кроме макарон пена вот у меня таких такие бантики попадаются бабочки да то есть подобрала так сказать остаточки чтобы это не валялось не лежала там была горсточка и забросила их сюда тоже вот такие вот суп балочи мясные суповые шарики любит моя дочь вы это можете найти в любом супермарке я покупаю их иногда ну конечно это так в крайнем случае нужно делать не часто ну вот практически все ингредиенты уже в кастрюле размешаю и дам этому всему закипеть потом убавлю огонь и дам этому прокипеть до готовности макарон смотрите какой насыщенный суп мои макароны и вот бантики или бабочки уже практически готовы видите какие они большие стали хотя когда я сыпала казалось так мало а теперь смотрите какой густенький суп паил получился и теперь я буду добавлять следующий ингредиент как я и говорила сыр чеддер я его очистила от пленки можно прямо вот таким куском положить можно порвать и ложить вот такими небольшими кусочками но это не принципиально потому что вы дадите еще несколько минут прокипеть супу вместе с сыром и он расплавится абсолютно если же например у вас в семье есть кто-то кто не любит сыр в супе либо вы хотите подать красивый прозрачный суп то можно не добавлять в кастрюлю сыр а можно для желающих добавить сыр уже в тарелку но конечно тогда суп должен быть действительно горячим последний кусочек смотрите вот он плавится суп окрашивается и потом кроме вкуса и кроме того вот видите что суп стал таким молочным непрозрачным больше нигде вы доказательств сыра не увидите ну вот сейчас я дам ему покипеть немножечко 2 минутки и затем добавлю петрушку и выключил ну вот видите суп кипит слегка конечно не даем ему бурлить прям сильно и добавляю петрушку у меня сегодня сухая петрушка но она вот такая же красивая ароматная конечно же если есть свежая лучше добавить свежую и я выключаю свой суп и сейчас я его прикрою крышкой но не совсем таки оставлю щелочку довольно такую прилично и дам своему супу настояться ну хотя бы полчаса и потом уже подавать хотя я попробовала он уже очень и очень вкусный но через полчаса он будет еще лучше а если у вас останется на завтра оооо тогда вы почувствуете вкус этого супа в полной мере ну а теперь всем приятного аппетита и удачного дня вот такая смокота у нас получилось видите мой очень вкусный супик ну что вот такой ланч у меня получился вот такой суп вот такой итальянский хлебушек с салатом с хариза с айр салатом с яичным салатом и на десерт груша сладкая медовая груша и вся эта смокота на уютной террасе прекрасная погода посмотрите какое небо а вам всем хорошего настроения удачного дня и приятного аппетита если вы кушаете ну и как ты включи ему солнце ты включи ему звезды это просто ты не справишь ошибку превращай